Ну, детки, давайте начнём урок. Я рад видеть вас уже изменившимися, радостными, дружелюбными. Это хорошо. В Чили всегда так начинается, а потом принимает тепло. Ладно, пойдём. Урок посвящён теме «Цель группы». Я хочу только сказать, что здесь начали задавать всякие вопросы вне урока, на внеурочную тему. Я не составлял эти уроки, и тему тоже не я выбирал. Я это дал вам сделать. Я не знаю, кто это сделал. Поэтому вы можете его найти и побить. Но я получил эти темы, и под тему мы подобрали отрывки. Я здесь только читаю, ну и немножко добавляю объяснение, и всё. Поэтому я прошу на меня не сердиться. Мы быстро пройдём то, что написано, и затем будет у вас время и спросить, и поспорить, и всё. Цель группы. Мы собрались здесь для того, чтобы заложить основы группы для всех тех, которые хотят идти путём Баль Сулама. И это путь, как подняться на ступень человека и не оставаться в состоянии животного. Что это значит? Мы живём в этом мире. Наше желание делится на шесть категорий. Еда, секс, семья. Эти три вида желаний относятся к нашему телу. И есть ещё три вида желаний. Это богатство, деньги, почести, слава, включая власть, всё такое, и знание, науку. Эти три называются человеческими желаниями. Кроме этих шести желаний, еда, секс, семья, деньги, почести, знания, нет ничего. Это то, что есть у человека в этом мире. У животных есть еда, секс, семья, но, разумеется, не так, как у нас, потому что без добавки злого начала. Животные управляемы природой, как известно. И поэтому они не делают никому ни плохого, ни хорошего. Только человек, он хочет делать хорошее только себе, и хорошо ему тогда, когда другому немножко плохо. Поэтому в этих шести желаниях мы чувствуем жизнь и чувствуем в себе. Как нам почувствовать жизнь, которая вне нас, которую мы не знаем? Ведь всё, что я получаю, еду, секс, семью, богатство, почте, знания, это проходит через мои фильтры. И они, эти фильтры, так отфильтровывают мне внешние данные в такой форме, которая подходит мне. Поэтому мы отличаемся друг от друга, отделены друг от друга. Воспитание ментальностью, всякими такими вещами. Это что называется Решимот в науке Каббала. Но всё-таки чувствуем всё внутри. Вне нас есть мир бесконечности. Вне этих пяти чувств есть мир бесконечности. Но я его не чувствую. Я его не чувствую. И поэтому мы собрались здесь для того, чтобы заложить основу строения новой группы, построить новую группу, которая будет жить не в ограниченном мире внутри тела, а вне наших органов чувств, посредством иных органов чувств. И это новая группа, которую мы определяем. Как нам к этому продвинуться? Об этом написано дальше. Творец сам кладёт руку человека на хороший выбор, на добрый выбор, тем, что даёт ему спокойную и радостную жизнь, если человек правильно продвигается, в его материальной жизни нашей, полной страданий и мучений и лишённой всяческого содержания. Как мы знаем. На самих себе. Так что человек непременно толкают на добро или даёт ему удар, если мы правильно делим эту жизнь на путь вперёд, вместо материальной жизни. Что человек наверняка от этого отделяется и убегает. Как только ему покажут какое-нибудь спокойное место впереди, духовное, наполнить там эту жизнь, которая тяжелее смерти. Чтобы спастись там от этой жизни, которая тяжелее смерти. И со стороны Творца невозможно положить руку человека ещё больше. То есть Творец направляет человека в правильном направлении, вне этой жизни, чтобы он почувствовал в то время, когда мы здесь живём, этот духовный мир. Если он направляет, то что остаётся? Поэтому он заключает. Выбор же человека состоит лишь в укреплении. Творец привёл нас сюда. А что мы делаем дальше? Продолжаем ли мы или ждём, чтобы что-то от него снова произошло? Каждый, который находится здесь, он избран Творцом. из своего окружения, из своего общества, пинцетом, вот так. И его привели сюда. Но не именно сюда, а имеется в виду в нашу систему. Но дальше нам надо приложить усилия для того, чтобы самим продвигаться. Творец направляет, но мы должны идти вперёд. Потом он снова немножечко меняет направление, и человек продвигается. То есть руль в руках Творца, а на газ давит на акселератор. На акселератор давить в силах человеческих. В руках человека. Это понятно, да? Я не слышу. Три. 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 Дальше. Уже лучше. Третий отрывок. Человек не может подняться выше своего круга. Поэтому обязан он питаться от своего окружения. То есть там, где я нахожусь, в этом окружении, хочу я или нет, я должен себя вести. Но я должен оттуда питаться. То есть получать оттуда. И у меня нет выхода. И нет для него, для человека, иного совета, кроме пути учёбы и усилий. Поэтому, если я прихожу в какую-то группу, в какой-то учёбе, то снова я должен вкладывать свои силы. Поэтому, если человек выбирает для себя хорошее окружение, то он зарабатывает время, выигрывает во времени и усилий, потому что, когда он устремляется к своему окружению. Что значит каждый раз выбрать правильное окружение, хорошее окружение? Я не могу всё время менять группы? Это значит поднять группу, в которой я существую, каждый раз на более высокий, на более новый уровень. И в соответствии с этим я продвигаюсь. Чем больше я забочусь, чтобы мы вместе с товарищами пришли к более высокой ступени, в соответствии с этим, и я продвигаюсь. И если я толкаю их, то я продвигаюсь не потому, что я от них потом получу, а я приобретаю награду за всех. Насколько вся группа продвинется, если я их толкаю вперёд, я продвинусь. Очень стоит видеть себя толкающим группу вперёд. Тогда всё, что происходит в группе положительным образом, это будет Ваше. И это не эгоистическое, и это нам дано, и это почтенно толкать группу к Творцу. Это самое большое средство для того, чтобы продвигаться. То есть, в той мере, в которой вы её толкаете, вы продвигаете. Группа делает шаг вперёд, но там 10 человек. Значит, как бы вы сделали 10 шагов? Подумайте об этом. Теперь. Если так, мы всё время должны поднимать группу в своих глазах. У нас есть пример для этого. Раби Йоси, Раби Йоси бен Кисма. Был такой мудрец. И когда его попросили переехать в какое-то место, и хорошо заплатили ему, и открыли для него там университет, только лишь бы переехал в некий город, где жили богатые люди. И он сказал, я не могу оставить своё место, потому что если я оставлю своих учеников... А он был большой мудрец, известный, великий. Он говорит, даже я, если я оставлю своих учеников, то я сразу потеряю всё то, что есть у меня. То есть весь духовный заряд, который есть у человека, это его окружение, на которое он возложен, на которое он полагается. И если это окружение исчезает, то человек просто превращается в ноль, у него нет кли. И об этом говорится, то, что произошло приблизительно 2300 лет назад. И он был в том поколении самым умным. И вот так он сказал. Ну и тем более так мы должны. Никогда человек не может подняться выше своей группы, выше места, где он учится. Никогда. Это не относится просто к духовному. Дальше. Что говорит Рабаш? Мы собрались здесь, чтобы заложить основы группы, чтобы каждый шёл путём отдачи Творцу, потому что мы должны быть подобны Ему. Мы исправляем свою душу. И для того, чтобы начать отдавать Творцу, вначале надо отдавать человеку. И это называется любовью к ближнему. То есть нет возможности для человека связаться с Творцом, потому что он сам всё ещё точка. С точкой не может ничего получить. Должны быть, по крайней мере, две точки. Но если кли цельная, то тогда десять. Две – это минимум. Но одна – никогда. Нет места, где раскрыть Творца, где принять, получить свет. Поэтому он говорит, для того, чтобы начинать отдавать Творцу, необходимо вначале начинать отдавать человеку. И это называется любовью к ближнему. И любовь к ближнему может быть только при самоотмене. То есть я не могу любить ближнего, если я не отменяю себя. Потому что иначе я полюбил себя. То есть должно быть отключение от любви к самому себе. И в этой мере я готов любить ближнего. Что это даёт нам? Наука Каббала. Что, она хочет сделать из человека ноль? Нет. Наоборот. Наоборот. Не оставаться на этом материальном уровне, на котором мы здесь находимся, а подниматься в то место, где находятся вечные и совершенные света, и включаться туда, где каждый должен с одной стороны принижать себя, а с другой стороны гордиться тем, что Творец дал ему возможность войти в группу, где у каждого есть лишь одна цель – раскрытие Творца между нами. В чем это ощущается? В величии группы в глазах человека. Если мы хотим взвесить, насколько мы продвигаемся, самая точная проверка и правильная – это насколько группа становится для меня более важной. Это просто. Я ценю их больше? Продвинулся. Если не ценю их больше? Я могу очень много учить, читать, чувствовать, но продвижения нет. Необходима группа, в которой у всех была бы большая сила, чтобы они все работали вместе, отменяли желание получать то, что называется злом, ибо оно не дает прийти к цели, ради которой был создан человек. Поэтому общество должно состоять из людей, обладающих единым мнением, что нужно прийти к этому. Потому что если я отменяю свое желание получать, то я сразу начинаю принимать высший свет, потому что он наполняет меня с намерением радиодачи. И тогда из всех отдельных людей возникает одна большая сила, позволяющая бороться с собой, ибо каждый включает в себя всех. И так человек продвигается. Давайте подумаем. Из всего, что мы говорили, что вы думаете, что важнее всего для того, чтобы получить высший свет? Как еще? Пожалуйста. Пожалуйста. Раф объясняет нам. рафф на уроке, что единственный путь достичь цели — это через группу и в отмене желание получать между товарищами. И отмена себя позволяет мне отдавать. Это единственное действие, которое мы можем сделать, чтобы объединиться в группу. Да, самоотмена должна сопровождаться моим намерением. Единственный путь, благодаря которому мы можем получить свет, отдавать и отменять себя — это возможно только в группе. Нам дали группу, и мы благодарны за каждую минуту. И мы можем реализовать то, чему учат нас каббалисты, «отменяя себя». И это… Здесь есть четкая логика, когда человек находится под влиянием своего эго, не может выйти из себя. И только благодаря отмене себя он может прийти к состоянию, когда группа важнее его. Самоотмена — это важный инструмент, благодаря которому мы можем плести группу. Через него мы можем помогать друг другу достичь общей цели, прийти к этому слиянию. Для этого нам надо много работать, сильно держаться за группу. И именно для этого путем самоотмены мы можем прийти к объединению. Чем больше растет самоотмена, тем больше я в состоянии делать ради товарищей и группы. Это не может быть личной работой. Если ты один, ты находишься со своим эгоизмом, но если ты вместе с другими, тогда раскрывается то, что мешает тебе. И это конфликт, это место, в котором раскрывается твоё эго. И там ты можешь подняться над ним, отменить его. Да, природа моя эгоистическая. И мы можем построить только то, с чем мы знакомы. Поэтому мы приходим к иному состоянию, к иной природе, к отдаче. И об этом говорят каббалисты, что только с помощью иного Бога, то есть с помощью окружения, которое меня меняет, которое меняет желание. Иным образом ты проходишь и ищешь это правильное намерение, и это единственная возможность убежать от этого состояния. В Кабале есть такая поговорка, что человек не может сам себя вызволить из темницы. Когда я вкладываю в группу, каждое действие и делаю это целенаправленно, тогда я могу достичь отдачи. И там я сливаюсь с группой, это влияет на всех. Так все мы вместе получаем, потому что каждый зависит от своего товарища, и каждый должен помогать своему товарищу. Если кто-то создаёт окружение правильное, то он даёт своё сердце товарищу и просит ради товарищей. Если он так делает, то есть потенциал, чтобы Творец раскрылся в этом кли-кли группы. И в той мере, в которой я поднимаю правильное намерение, правильную молитву в этой степени может раскрыться Творец. И так я могу продвигаться и сближаться с товарищем над желанием получать и раскрывать там Творца истинно. То есть есть я Творец и они воины. Мы хотим предлагать усилия каждый раз всё больше и больше и постоянно находиться в этом усилии. Отменять себя перед товарищами. Как всегда нам показывают пример, Творец показывает. Когда мы недостаточно делаем ускорение, нам необходимо больше оказывать давление. И группа нам даёт эту силу, и эта сила, она приходит через отмену себя. Усилия, которые делает каждый, в действии, которые мы можем делать в группе, группа – это правильный ответ, с помощью чего я действительно могу отдавать. То давление, оно происходит в группе. И там я строю правильное намерение и произвожу правильную работу, чтобы воздействовать на группу, а группа, чтобы воздействовала на меня. Через отдачу, через влияние на группу, через отдачу группе изменяется наша шкала ценностей. Мы начинаем улавливать контакт, воспринимать эти связи, эти трения, эти состояния падения. И мы принимаем их с радостью, встречаясь с нашей работой, поэтому мы начинаем получать наслаждение от нашей работы. Все это приходит из влияния окружения на меня. Почему? Я всегда себя спрашиваю. Почему я должен видеть Творца в творениях? И ответ во мне следующий возникает. Поскольку только если он раскрывается, то раскрытие находится в творениях. Будем я вместе с этим сердцем. И мы с этим человеком, в мире, мы готовы взялись. И мы и я, с того лица, мы с умом, лица вернемся к нам, и мы поднимем своим сердцем. Время hopeы, Субтитры сделал DimaTorzok 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 И даже не важно о каком ближнем думать Потому что если я выхожу из себя Я начинаю ощущать высший мир Только благодаря этому он сможет Обрести желание и потребность в том Что ему нужно обрести новое свойство Желание отдавать А от любви к товарищам он сможет прийти И к любви к Творцу То есть он захочет доставить наслаждение Создателю То есть группа здесь Он говорит это средство Достичь правильной связи с Творцом Далее Каждый из группы Кроме того, что у него есть свое собственное желание Приобретает желание от товарищей, от группы То есть я Родившись У меня есть только одна мера желания Я хочу удвоить силу желания И тогда мне нужно объединиться с другим Я могу получить 10 таких сил В 10 раз больше сил И это огромная ценность Которую можно обрести только через любовь к товарищам Когда я могу Получить больше, чем у меня есть Безгранично И не важно в каком направлении Если я вхожу в группу И я включаюсь в них И стараюсь Быть Близок к ним Я учусь таким образом Как Получать от всех окружающих меня Все, что у них есть От силы Выдержку Разум Чувства Близости к ближнему Все Все зависит От того Правильно ли я Отношусь К тому Кто Соединяет меня С высшей ступенью К новой группе Еще раз Каждый из группы Кроме того, что у него есть свое собственное желание Приобретает желание товарищей Это является Большой ценностью Которую Можно обрести Только Через Любовь К товарищам Однако Следует Остерегаться То есть В группе Должно быть желание Проверять основу Их работы Направлена ли Эта основа На отдачу Или на получение И нужно Смотреть Делают ли они Действия Чтобы Встать на путь истины То есть На путь Отдачи Ибо Ибо Только в такой Группе Среди Товарищей Может появиться Желание Отдавать Когда Каждый Получает Хисарон От товарищей Так как Ему Не достает Силы Отдачи То есть Если я нахожусь В правильной Группе То я вижу Что действительно Мне не достает Силы Отдавать Они пробуждают Во мне Это Еще Есть Один совет У нас Стараться достичь Величия Творца То есть Во всех наших занятиях В группе Учебе Группа Это для того Чтобы объединить Нас И учеба Для того Чтобы вызвать На нас Свет Возвращающий К источнику Хотим мы Чтобы вознаграждением Нашим Было Ощущение Величия Творца И в этом Все наше Исправление И если так То что мы делаем С помощью того Что мы Объединяемся Что же мы делаем И все молитвы Которые мы возносим Как мы делим Нашу работу Между Силой в объединении И силой В молитве Пожалуйста КОНЕЦ КОНЕЦ Молитва Молитва Это только Ради Иного Ради Товарища И это Объединение Общего желания Общей молитвы Если мы Соединяем Если мы соединяем Вместе Эти оба Элемента Желания Товарища И свое намерение И мою молитву То так Мы создаем Общую молитву Никто не хочет Объединяться Чтобы раскрыть Творца Поэтому мы Встречаемся В группе И это Такое состояние Которое позволяет Нам стать Человеком Поэтому я Должен Поднять Молитву Чтобы Свет Чтобы Сила Отдачи Вошли бы Между нами И изменили Вы Нам Состояние Животного На состояние Человека Я должен Почувствовать Сердце Товарища Объединиться С ним В тот момент Когда мы Объединяемся Мы чувствуем Ивохи Сарон Ивохи Сарон Для того Чтобы Творец Исправил Товарищей Только С помощью Объединения С ним Это все Что нужно Сделать Здесь Есть Что-то Очень Важное Сила С которой Мы Реализуем Объединение Здесь Есть Нечто Важное Здесь Сила Единства И нам Необходимо В этом мире Мы Настолько Находимся Под влиянием Внешнего Окружения Так что Не остается Вообще Времени Продвигаться И делать То Для чего Мы Предназначены Мы Должны Вместе Прилагать Все силы Чтобы Создать Между нами Это Единство Чтобы Эта Предность Была Стопроцентной Это Как Здесь Вся Основа Великая Мы Мы В группе Мы Перемешиваем Желания И Каждый раз Своими Желаниями Воздействуем На желания Товарищей Передаем Друг Другу И Отсюда Возникает Такое Во мне Требование Молитва За Товарища За его Исправление И Это Исправление Которое Мы Получаем Оно Через Намерение Дать Ему И Эта Работа Требует Абсолютного Усилия Тотального И Если Намерение Очень Правильно Очень Точное Очень Выверенное В направлении Группы Для Того Чтобы Воздать Молитву Общую Я должен Соединиться С товарищами С Группой Но Это Единство Я Обретаю Через Молитву И Это Два Параллельных Элемента И Я Надеюсь Что Соединит То Желание Которое Возникает У Человека Что И Объединение Молитва Соединятся Вместе Вот Эта Концепция Силы Мы Не Можем Видеть Энерго Движения Мы Стараемся Молитва Этим Молитва они не работают в направлении одном. Они должны соединиться, и тогда они реализуют свой потенциал. Вопрос, собственно, и парадокс в том, что когда мы объединяемся и стараемся достичь сердца товарища, то, с другой стороны, нам говорят, что есть только молитва, и это единственное кли. С помощью которого мы можем прийти к товарищу. Поэтому молитва должна быть, это сила. Чтобы эта сила подействовала, необходима точка объединения между нами, чтобы мы все пришли к молитве, и чтобы молитва... Понятно, что это наше общее желание, чтобы эта молитва должна выходить из места соединения всех желаний. Это соединение — это сила отдачи, которая приводит нас к общей молитве. и это намерение направлено на то, чтобы соединиться, чтобы прийти к слиянию между нами. Все направляет нас к отдаче, к отдаче товарищам, группе. И для того, чтобы мы это сделали, чтобы мы смогли раскрыть Творца, вот этот потенциал, эту силу, желание получать. Мы все хотим отдать Творцу, хотим обрести свойства отдачи. И нет у меня этой силы. Переход между силой Творца и товарища, между хиссаронами, моим и хиссароном товарищей, это и есть моя работа в группе. И понятно, что товарищ делает такую же работу, как и я, поднимает ман. И ман, который мы поднимаем, он становится единым одной молитвой о раскрытии Творца. Да, я верю. Поскольку молитва требует объединения, и тут недостаточно одного-двух, необходимо прийти к большому, высокому объединению, такому, чтобы была сила этого объединения. И тогда ради этого объединения силы устроят. Само объединение становится просьбой для раскрытия. И все это приводит меня к еще более сильному объединению. Чтобы поднять молитву, я должен узнать состояние своего товарища, что происходит с ним, чтобы прийти к постоянному уровню объединения, нужно поднять правильную молитву. и поэтому один из этих уникальных инструментов, которые у нас есть, это мы можем усиливать потенциал внутри объединения. И там усилие в ней, в этом терпении, в постоянной работе, ежедневной работе, толкать себя к объединению, наступать на стремление замедлиться. Фактор объединения есть личное усилие, но молитва должна включать. И чем больше мы объединимся, мы создадим большую энергию для того, чтобы достичь отдачи. И для того, чтобы просьба, эта молитва была услышана, есть условия, чтобы товарищ был клит для получения света. это как написано, что свет всегда находится в том же состоянии. И это мы чувствуем на расстоянии. И так мы это делаем. И все это для того, чтобы прийти к объединению. И там мы создаем эту возможность, чтобы Творец смог раскрыться. и чем больше мы будем воевать для того, чтобы отменить себя все больше. И чтобы прийти к световозвращающим к источнику во всех состояниях, во всех усилиях к объединению. И приходит световозвращающий к источнику, он исправляет. С другой стороны, это то, что заставляет нас поднимать молитву, потому что это воздействует в такой форме, что пока мы не приблизим всех к цели. И только в такой форме, когда мы создаем какой-то клиф, которым Творец может отдавать. Поэтому мы создаем такой договор, чтобы создать этот клиф. Да, и есть несколько условий, чтобы создать окружение, нужно действовать ради товарища. Каждый должен думать, что он единственный, кто делает эту работу. И каждый должен думать о том, что товарищ и Творец, и Творец, как сказал Рав, весь подход к товарищу, каждый делает свое максимальное усилие ради товарища. И нет ничего невозможного, даже самая ничтожная мысль, с самым маленьким намерением можно все реализовать, есть действие, которое каждый производит с намерением на отдачу. И это в сущности и есть молитва, и она должна быть в том, чтобы произошло раскрытие в этой... Эта точка зависит от раскрытия Творца. И все связано с поиском цели, чтобы этот поиск привел нас к исправлению. В последнее время я говорил, что вначале должно быть объединение ради молитвы, но на самом деле сейчас одно не может существовать без другого, поэтому для объединения, для того, чтобы мы объединились в этом объединении действительно создается молитва, и поэтому они действуют вместе, невозможно делить одно от другого. И они приходят в форме параллельной, а мы находимся между ними. Это как одна шестеренка соединяется с другой, мы раскрываем эту силу, которая привела нас к центру группы. Это требование. практически это работа, которую мы должны выполнять, потому что единственное, что мы должны делать, это усилие, чтобы достичь объединения, и это само объединение, оно приведет нас к молитве. группа должна прилагать в этом силу, потому что все исходит из этого. сзади и спереди мы воспринимаем, что мы прикладываем усилия, но Творец дает нам толчок, и Творец развивает нас эту игру, в которой мы чувствуем себя. И здесь находится этот парадокс, что мне необходимо целый день, все время делать маленькое усилие. И в конце мы раскрываем, что Творец раскрывается и всегда берет все, и тогда мы ищем это объединение, чтобы порадовать Творца. И эту формулу поведения, которая должна привести нас к раскрытию. Нужно произносить эти слова, которые говорит наш Учитель, силе в том, чтобы ощутить Творца. В этом вся молитва и вся работа. Об этом говорится в статьях Шамати. Может быть, мы должны поднять молитву, все, все, что раскрыть тхисарон, тхисарон. А ощущение величия Творца это и есть наше исправление. молитвы и все молитвы это просьбы личные, эгоистические. тхисарон. И поэтому важно, когда мы продвигаемся в такой форме, что мы можем как бы невозможно прийти к более высокому постижению, чем уровень группы. и поэтому эту силу надо направить на то, чтобы мы каждый раз обновляли это желание и чтобы товарищи выходили из состояния называемого хибуром. И мы слышали, что основой является что-то и это является единственной формой. Иначе мы продолжим на том же самом уровне. Я хочу, чтобы товарищ продвигался и верно поднимается необходимость этого. И мы все находимся в одной программе, мы должны усилить наши связи и молитва начинает подниматься. и мы здесь мы должны двигаться вперед, уменьшать разделение и просить свет, чтобы он объединил нас и помог нам объединиться. и продвинуться в духовном я должен молиться о том, чтобы продвинулся товарищ. товарищ. Почему чтобы продвинуться в духовном я должен просить и содействовать тому, чтобы продвинулся товарищ. И если я заботюсь о том, чтобы я продвинулся, то я буду отступать назад. Поэтому написано молящийся за товарища удостаивается первым. Ну это написано то, что написано мы говорим правильно. Но согласно каким законам это существует? Пожалуйста. Есть только реальность. Моя вместе с есть одна действительность. В ней все товарищи и Творец между нами. И мы все части моей души. И поэтому все исправление, которое необходимо, это внутреннее исправление. И все исправление, которое я прошу за товарища, и товарищ просит за меня. и в конечном счете это превращается в единый манн. Потому что он просил за меня, а я просил за него. И действительность я исправляю, и я последний, который исправляет себя. поэтому всегда в этой работе, в этом процессе товарищи это мои свойства, это все искры, которые мне встречаются на дороге по пути. Если я прошу за товарищей и исправляю человечество, это как на вершине пирамиды. И мы исправляем группу товарищей. И когда появится исправленная группа, то они исправят все человечество. это для того, чтобы пробудить эту точку, мы пришли необходимости большой, чтобы каждый выстроил эту просьбу, чтобы попросил за другого. исправить себя. Это модель, когда каждый работает над собой. И не важно, что движет мной, это просьба за другого. И тогда я достигну исправления. человек индивидуальным образом не существует. Человек существует только внутри его объединения с десяткой. и поэтому молитва ради себя тоже не существует. Все, что есть, это молитва товарищей, молитва за группу, потому что там только есть истинное желание. Все желания во мне, они эгоистические. Они соответствуют большему уровню животного. А мне необходимо создать или выбрать окружение, в котором мы вместе начнем процесс подъема. Да, творец не существует. Это только такой ориентир для восприятия реальности, который создан для меня. Определенным образом я прошу за другого. Если я исправляю себя, возникает двойное воздействие. Одно на мое эго, и второе это та же методика, позволяет продвигаться. Ведь я завишу от товарищей. природа построена так, что нет никакого расчета. И все наши мысли они только ради себя. Всегда. И это решение действительно то, что Раф нас просит, чтобы мы реализовали духовную действительность среди товарищей. И все, что мне не нравится в товарищах, это на самом деле присутствует во мне. И надо это покрыть любовью. И работать на кого-то другого. Отменить себя. и пожелать товарищу всего самого лучшего. Есть закон подобия свойств. И в духовном законе я должен создать кли, чтобы привлечь свет. И когда я нахожусь под воздействием света, я могу производить эти действия. И то, что интересует меня, что творец сначала, он дает исправление. и это часть меня. На самом деле мы соединены в некий внутренний диалог, потому что я действительно хочу быть объединен с товарищами, чтобы прийти к подобию свойств, чтобы достичь отдачи. как говорит товарищ, что творец раскрывается в меняне, потому что мои товарищи исправлены. я создаю свою общину с творцом, и об этом мы всегда молимся, поэтому мы всегда молимся в меняне, и благословляем, и думаем, что все является единым целым, которое я произвожу. Творец дает нам огромный подарок, товарищи, это место, где я могу обратить внимание каким-то образом на свое состояние, которое настолько противоположно творцу, и если я молюсь за товарища, то это единственный путь. Тут возникают два эффекта. С одной стороны, в молитве за товарища ты находишься в моменте самоотмены, и в этот момент я нахожусь в отдающем действии товарищу, потому что без него я ничто, без него творец, у него нет возможности привести меня. Это действительно методика, которая является одним самым лучшим подарком для товарищей. но я должен учиться отдавать как положено, чтобы продвигаться. Как может быть, чтобы я видел себя несовершенной формы, и мы не можем достичь ее, мы знаем это, учим, кроме как поднять молитву, когда вы молитесь за товарищей, и это выходит в реализацию, ведь я не знаю самого себя, и у меня нету правильного намерения, и только он направляет меня от него, я должен просить, и товарищ направляет и кли, который мы создаем, это и есть наш путь. И творец раскрывает передо мной состояние группы, характер группы, и терактует со мной чтобы я развиваться. И он спускается на мой уровень и играет со мной, чтобы позволить мне продвинуться. И вся игра в том, как относиться к свету, который возвращает, приводит к источнику, который воздействует на эгоистические намерения и превращает их в положительные, в отдачу. И такова методика молиться изо всех сил за товарищей. Это как будто бы я молюсь за себя. И с другой стороны есть нечто интересное. Что мы должны просить? Ведь мы получающие килим, у нас нет желания отдавать. Но если я прошу товарища, я обретаю желание к творцу, в том, что товарищ помог мне. И у меня есть товарищ, я попросил, чтобы творец исправил его. Это очень интересно, потому что ты начинаешь таким образом в группе, в которой ты находишься. Группа выполняет твою работу. я работаю с внутренней своей частью. Я прошу и я вижу результат. И возникает такой симбиоз, такое объединение очень внутреннее сознание. и в конце концов я вижу, что есть только я и творец. С желанием, которое возникло в истинном свете, я обращаюсь к товарищу. И в конечном свете есть только свет. Только свет. И мы участвуем в той мере, в которой у нас есть какие-то состояния, и тогда мы можем раскрыть его в группе и в сердце каждого из товарищей. И необходимо помнить, что он находится в каждом действии любви, намерения. Это наша работа, намерение, чтобы дать подарок товарищу и творцу. Подарок это десятка. И ты оцениваешься согласно тому, насколько ты находишься в этом состоянии. И это как может быть 24 часа в сутки, как раф, который почти не спит и находится в этом. И тот, у кого есть эти состояния, он действительно велик и не должен прилагать какие-то усилия в отдаче, потому что такой подход, такой взгляд и работа с эгоистическим желанием позволяет все время работать так вот относительно товарищей. да, Творец раскрывает все. Все, что создается в группе, все, что раскрывается, все чувства, все ситуации раскрываются нам какой-то поток понимания, ощущений и все это через группу, через товарищей. параллельно. Вопрос. Шила. Вопрос. Кто за то, чтобы продолжить обсуждение как сейчас? Вы не знаете, что я хочу предложить? ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Или перейти к вопросам и ответам. Кто за вопросы и ответы? Понятно. А здесь Не, не, нормально, нормально, я видел, видел. Вы больше любите слушать товарищей, чем слушать меня. Это то, что я вижу. И меня именно это радует. Но я должен был лететь с 30 часов, для того, чтобы дать вам возможность встретиться? Ну, ну. Тов. Ладно. Каков правильный порядок, если уж, но то. Между Равом, группой, учебой, молитвой, для того, чтобы достичь духовного. Выстрелите это по важности. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Есть еще всякие другие вещи. Что вы думаете? Вперед. Как выстроить этот порядок? Это очень жизненный вопрос, это работа. И каббалисты указали нам. И раскрыли нам методику, которая позволяет постичь Творца. Поэтому я думаю, что Рав, это на первом месте, он является этой программой и проводником. Затем, это наше усилие в работе через книги, которые мы создаем, и это место, где мы можем реализовать. И действия происходят в группе. Поэтому Рав, книги, группа. Порядок важности. Невозможно разделить ни один из этих составляющих. Потому что, если нет группы, то и все остальные составляющие ничего не стоят. И без учебы, где мы будем прилагать усилия, но и без Рава, как мы поймем. Поэтому у всех одна и та же важность. И нет разницы в важности этих составляющих. Без Рава я не смогу понять, что написано. И без Рава я не смогу работать в группе. Не смогу учиться, если не будет текстов. И не будет Рава. Поэтому все важны. У всех есть одинаковая важность. На самом деле этот вопрос, он путает. Потому что нас всегда учат, что есть Рав, книги и группа. И, разумеется, можно к этому добавить желание и молитву. И учеба. Но, как сказали товарищи, нет тут разницы разделения. И не существует какая-то скала важности. Такие элементы, которые зависят от качества каждого. И у каждого есть своя форма. И с их помощью можно реализовать методику и прийти к объединению. Я думаю, что понимание этого, что все связано одно с другим. И невозможно разделить между мудростью и учебой. Но каждый понимает, что важность нескольких этих компонентов. И тот, кто следует за своим Равом и ценит его. И идет за Равом. Он понимает, что это место, где он должен быть. И, в общем, Рав объясняет те книги и создает учебу, и группа нуждается в каком-то, кто может управлять ей. И группа приходит к молитве, после того, как Рав обучает их, как молиться. И объясняет те рекомендации, которые каббалисты собрали за многие годы. Я могу читать тысячи книг, но если нет у меня ключа к тому, чтобы раскрыть то, что там написано, то я ничего не пойму. И всегда необходима Рош, тот, кто будет меня направлять. Ради товарищей, я ничего тут не могу изменить. И без Рава я не могу учиться, и я не могу поднять молитву. Поэтому необходимо создавать намерение, и это духовная работа. И все связано, невозможно одно без другого. То есть есть лёгкие вещи и есть тяжёлые, но невозможно прийти к духовному, если нет правильного намерения. А учитель, он и руководитель, и создаёт духовное состояние. И он ведёт нас к духовному состоянию. Но со всеми действиями, во всём, что зависит от нас. Бездействие невозможно прийти ни к правильному намерению, ни к любви к товарищам. Поэтому действие необходимо, чтобы Минян заработал, и чтобы молитва, и чтобы этот канал связи, который называется Равом, чтобы всё это работало вместе, как единое целое. Вопрос о том, какой может быть правильный порядок. Но вне Рава, книг и группы, человек... Я добавил к этому ещё учёбу и объединение. Я думаю, что всё это один комплект. И не может быть одно без другого. История рассказывает нам о том, что все эти вещи рассказывают нам о каббалистах, которые достигли вершин. вершин. Сегодня их нет. мы нуждаемся в Раве, чтобы он открыл нам эти книги. чтобы мы смогли... чтобы это дошло до наших... до нашего уровня, низкого уровня учеников. но Гайоси Бен Кисма не мог сменить место, потому что он нуждался в своих учениках. Раву нужны книги, группа, так же, как группа нуждается в Раве и в книгах. И это является неким соединением, неким объединением. И если мы возвращаемся к той высокой цели, это объединение, там мы все соединяемся. Методика, которую построили каббалисты, она рассказывает нам о важности и гарантирует нам, что с помощью этого пути я приду к слиянию. Но я хочу немножко поговорить об отношениях с Равами. Это как в море, когда ты не знаешь, куда обратиться, куда повернуться, и тебе нужен спасатель, кто поведет меня. И поэтому Рав — это сила очень важная внутри системы. это сила, которая тянет меня, направляет меня, ведет меня для того, чтобы я потом мог вкладывать свою работу, свои усилия, свою часть, в которой я нуждаюсь. Я нуждаюсь в этой силе с самого начала. Рав — это инструктор. Но работу я произвожу в группе. и объединение, я работаю через них. Нет работы, которую я бы делал не в группе, как сказал Рав. В одиночку, в иные времена можно было прийти к постижению путем личной работы, но сегодня только через товарищей. И через группу. Я думаю, что желание это первое. Я думаю, что желание это первое. это первое. А за ним придут все остальные элементы. Но желание должно предшествовать всем остальным составляющим. Я не хочу выглядеть таким умным, интеллигентным, но группа показывает мне, как правильно работать. Тяжело, тяжело мне навести порядок. Без Рав и без группы я ничто. И это то, что является важностью у каждого и того, что я чувствую внутри себя. Моя любимая Sé que tú te acercarás a mí, al caer en la dificultad Puedo superar la oscuridad, si brillas en mí Sé que tú siempre estás junto a mí, mi querido amigo Tú me sostendrás, me avergüenzo al revelar el mal Y me entrego a ti El camino nos agotará y el desierto nos oprimirá Pero sé que tú me saciarás al unirme a ti Y al sentir que no podemos más, mi querido amigo Tú me sostendrás y en tus hombros me levantarás Juntos hasta el fin La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы заслужили И я действительно очень доволен вами Я вами доволен Дима Торзок Спасибо Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Аплодисменты. Поэтому переведи, что я тебе три раза сказал, а ты не переводишь. Нет, я сказал, что вы аплодируете, когда говорится о вас. Когда я сказал, что вы хорошие. Хорошо. Сейчас так. Все-таки вы хотите, наверное, вопросы-ответы. Ладно. Не, я готов. Ну, пожалуйста. Нет. 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 Здравствуйте. Вопрос. Я чувствую, что мы чувствовали себя хорошо в десятке, на конгрессе. Но я прошу и хочу представить тяжелую ситуацию, тяжелое состояние, сложное. Тут был вопрос, кто больше выигрывает от конгресса. Конечно, тот, кто прибыл сюда. Но мы должны все-таки думать о товарищах, которые находятся, может быть, в каких-то состояниях, которые не позволили им прибыть. Но, действительно, больше всего выигрываете вы. Пожалуйста. Раф, на последних вопросах на семинаре тяжело нам было замкнуть круг, выстроить все элементы в таком порядке, чтобы они могли действовать ради раскрытия Творца. Я хочу представить такое сложное состояние. Давайте представим себе, что завтра мы все должны умереть. Остается только один день, чтобы помочь нам настроить этот прибор. Что бы вы нам сейчас сказали? У нас остается 24 часа, чтобы достичь того, что нам необходимо ради Творца. А что мне до завтра, я не понимаю. Почему вы думаете, тогда я буду находиться под давлением, и я открою вам какую-то тайну, что вы так что-то сделаете, и все. Ну, правда. Неужели я не сказал что-то? Я не знаю. Скажите мне, что еще объяснить, что непонятно, что вы должны делать. Вам же не нужен я, если скажешь, что завтра ты умрешь, я, допустим, умру. Но я не чувствую, что я чего-то вам не сказал. Тишина. Не, ну, правда так. Мы сейчас, после Конгресса, через 10 минут, когда, через 10 дней, когда он закончится, с Божьей помощью. Мы начинаем новый этап. Но это этап для тех, которые все время находятся в группе. Необходимо группу поместить под пресс, под давление. Буквально в тиски. Пресс. И тогда от этого продвигаемся быстрее и правильней. Мы выдавливаем весь эгоистический сок из каждого. Представь себе, что так тебя так вот давит на вас, на всех, и выходит, вытекает такое зеленое и вонючее. Но для этого необходимо быть в группе. Если вы будете в группе, вы сможете это реализовать. Продвиньтесь быстро. Если нет, то не только вы, да вообще. Посмотрим, насколько но в общем время к этому уже подошло, к этому этапу. Это этап вхождения буквально в духовный мир. Но в сущности хорошо будем работать над этим вместе. Я возвращаюсь, и мы сразу начинаем. вот. Еще. Здравствуйте, я Алекандр из Аргентины, и вот такой у меня вопрос. Вы просили, чтобы мы поговорили между собой, как усилить работу между собой, как усилить работу и молитву. мы в нашей женской десятке заботимся об объединении между собой и об объединении между товарищами. И мы нашли ясный ответ на вопрос, который вы задали. как нам поделить эту работу между силой объединения и силой молитвы? И от чего зависит разница между ними двумя? Потому что молитва и работа – это одно и то же. молитва, но молитва, она все-таки приходит либо до работы, либо во время работы, либо после работы. Молитва, когда уже есть какой-то вопрос, просьба, крик, когда мы работаем вместе с товарищами, тогда я молюсь за них. то есть здесь есть… Нужно здесь разделить на две части. Мы должны работать, чтобы у нас была причина для молитвы. Либо, когда я не могу достичь ничего, не способен, но это после того, как я уже проделал работу. Рабаш пишет об этом. Есть об этом целые статьи. Либо я раскрыл, что я не могу соединиться с товарищами. Истинная молитва – это молитва за товарищей, а не за себя. За себя мы еще здесь будем изучать. Скоро будет этот урок, что если я молюсь за себя, то я разрушаю свою душу. Только если я молюсь за товарища, я спасаю его и себя вместе. выяснение темы молитвы – это работа. Мы учим также из учения десяти сферот, что нет ничего большего, чем подъем мана. работа духовная, она простая. Творец дает условия, нам нечего делать. Мы должны только в этих условиях просить у него исправления. и просить исправления, это называется, что если это исправление, то это ради отдачи. И я прошу исправления за кого-то, обычно за группу. Это называется молитва многих. Поэтому выяснение Хессарона к просьбе об исправлении – это работа. А за ней приходит молитва. Ну так. Дорогой Раф, у меня вопрос. Я бы хотел узнать. Мы сказали, что есть разница между теми, которые находятся здесь, и теми, кто находится снаружи и не присутствует здесь. И я бы хотел узнать, в какой точке начинается разница. Мое отношение с моим окружением, ближайшим окружением, внешним, ведь в конечном счете мы все части единой души. Душа одна на всех. Творец создал одно желание получать, затем разбил его. и в каждой части у тебя есть желание получать и искр света. Но есть такие, у которых эта искра света выходит наружу, так вот всплывает. Так вот всплывает, а есть такие, у которых еще нет закрыто внутри их эгоизма. И они поэтому не чувствуют никакого побуждения, никакого желания к духовному. и в этом вся разница между всеми людьми черными, белыми, желтыми, и там кто там еще. Ну не важно. Нет разницы. Мы все люди. И Авраам, который начал соединять свою группу из Бавилонян, Бавилон тогда было все человечество. Там жили все те, которые потом расселись по всему миру. И он кричал всем, идем. И к нему пришли со всех маленьких народов, маленьких групп. Почему пришли? И кто пришел? Тот, в ком выделялась эта искра. Все? И поэтому те, у которых горит эта искра и сегодня, они приходят к духовной работе, а другие нет. Потому что нет насилия в духовном. Поэтому их невозможно приближить силой. Это первое. Второе. Что пришло время уже всему миру произвести исправление, и поэтому каббалисты говорят, что тот, кто пробуждается, он должен заниматься духовным связью с духовным и передать эту связь тем, у которых нет связи, у которых нет точки в сердце такой выпуклой. Вот и все. Но в итоге все будут как одно клей одна душа и не будет никакой разницы у того, кто прежде и кто потом, кто относится к рож, кто относится к гуф. Пожалуйста. Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, все. Я из аргентинской десятки и у меня такой вопрос, что мы можем еще сделать для того, чтобы группа, для того, чтобы помочь общему продвижению. Есть ли что-то, что можно еще сделать? Что сказать, я не понимаю. Мы продвигаемся с помощью силы света, который все больше и больше влияет на неживое растительное животное, уровень на человека и благодаря этому все изменяется во Вселенной. Все эти огромные глыбы и на земном шаре растительное меняется уровень животное и также человек. флора, фауна, человек. Но вот это движение с помощью света, которое оказывает давление и все развиваются, это движение называется биито в рамках времени, с помощью страданий, под давлением. А мы можем ускорить это движение. и так иначе мы придем к концу, даже если ничего не будем делать. Но мы не можем ничего не делать, потому что наш материал это желание насладиться, и поэтому вся наша жизнь она в том, что мы чувствуем либо наслаждение, либо страдание. и если Творец оказывает давление, то мы бежим вперед, убежать от палки. С помощью науки Каббала мы ускоряем наше развитие. Мы бежим вперед, прежде чем палка настигает нас. И каббалисты нашли средства этому эта группа, свет, возвращающий к источнику, изучение этого мира, которого мы должны достичь, как средства акселерации этого пути. Вот и все. Другие средства, их нет. Все, что касается того, чтобы приспособить себя к более продвинутым ступеням, это все, что мы должны сделать. Поэтому мы учим из природы, какие продвинутые, больше и более продвинутые ступени, и насколько возможно, мы стараемся приспособить себя к ним. Они не взяли эти принципы продвижения что им так захотелось. Мучим это из духовных ступеней, которые спускаются к нам, как мы себя можем подготовить к ним. Нет ничего другого. да. Мне кажется, что я слышал, что мы должны почувствовать величие Творца, и в этом все исправление. Вопрос, не является ли наше исправление там, где разбито кли, или это только часть работы? Это покрывает все. Если Творец велик в моих глазах, то я буду рад доставить ему наслаждение. Поэтому мне легко бежать к нему. У меня есть энергия, чтобы отдавать товарищам, следовать за ним. Что называется величием Творца? Мы все измеряем относительно нашего эго. То есть получается, что Творец выше нашего эгоизма. Значит, я могу уже начать исправлять это эго, если сила отдачи больше, сила получения. Поэтому вся наша работа о величии Творца, насколько сила отдачи и любви это называется Творец. Больше, чем сила получения, сила нашего эгоизма. А как я могу почувствовать, что я обрел вот это вот желание товарищей в себе? это действительно непростой вопрос. Это вопрос ощущения, чувства. Но это не важно мне так уж. Важно мне, нахожусь ли я в стремлении думать о них, помочь им. толкать их вперед, чтобы они становились для меня чем-то важным, чем-то ценным, как, скажем, вот этот маленький ребенок для ее матери. Если это так, то я уже нахожусь в правильном направлении, через любовь к товарищам, к любви к Творцу. Все. мы должны понять, если мы говорим, что Адам решен, так называется общая душа, разбился. Его минимальное исправление это объединение десяти человек, потому что, согласно десяти сферот, внутри десяти человек, там реализуются все духовные законы. и поэтому это так для нас важно. В группе желательно, чтобы было десять, чтобы мы смогли реализовать наши отношения, чтобы они были так, как мы учим, так, как происходит в духовном. И тогда мы вызываем свет, возвращающий к источнику, если мы в десятером выстраиваем эту духовную модель, пример духовный, там мы изучаем весь духовный мир, все явления, и получается, что эта десятка начинает становиться как такая звезда, которая замыкается, она как пылесос начинает всасывать в себя все остальные эгоистические частицы, которые не соединены, она поглощает их и исправляет. Поэтому так важно нам прийти к исправленной десятке. короткий вопрос, очень короткий, и мне кажется, что последний. Почему вы не переедете жить в Южную Америку? Я уже старый. Вы думаете, что если я буду здесь, то вы будете приходить каждое утро на урок? Нет. Совсем нет. Кроме того, действительно, это вопрос важности. И нужно над этим работать все время, пока жизнь не начала нас обучать тяжелым образом этому. Это не может быть. Я знаю, что мое присутствие ни в одном месте не поможет. Не поможет. вам не удобно быть с нами в реальном времени, потому что вы работаете в это время, да? Когда мы начинаем учиться в 3 часа ночи, какое здесь время? Девять вечера. Девять вечера, но ведь это замечательно. что с 9 до 12 вы заканчиваете все части урока и идете спать? Ну, вместо того, чтобы посмотреть футбол и сериалы. Это, собственно, то, что происходит. Я говорю от имени аргентинской группы и, я надеюсь, и от имени чилийской группы. мы всегда хотим быть ближе к вам, задавать вопросы. Но всегда, когда вы приезжаете к нам, то куда-то пропадают все вопросы. Я понимаю, что это эгоистическая просьба полностью, но все-таки мы ждали вас с огромным стремлением, давно не видели вас. Мы счастливы очень, что вы здесь и спасибо чилийской группе за то, что она приложила столько усилий всем товарищам, которые приняли участие. Я знаю также и по себе. Когда я был рядом со своим учителем, у меня не было вопросов. Я как бы включаюсь в него и все понятно. А если не понятно, то все нормально. Такое состояние. И на самом деле я просто так даю время для того, чтобы задавали вопросы это не помогает. Правильный ответ человек получает изнутри себя как результат сближения с другими, объединения, приближения к свету, возвращающему к источнику. Поэтому я все-таки очень постараюсь, чтобы вы таким образом продвигались. Ну, песней пойдем. б АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Solo juntos Нагиа